Как вовлечь население в развитие агротуризма и интегрировать агрообъекты в туристические маршруты? Об этом сегодня говорили в ходе конференции Ассоциации туроператоров Северо-Кавказского федерального округа, которая прошла в Каспийске. Все подробности далее в нашем сюжете. Дагестан обладает большим потенциалом развития сельского туризма. Более 80% нашей территории – это земли сельскохозяйственного назначения. Последние годы в республике наблюдается существенный рост турпотока. Поэтому конференцию такого масштаба решили провести именно здесь. В ее работе приняли участие представители Комитета Госдумы Минсельхоза России, руководители аграрных ведомств, крупных сельскохозяйственных предприятий и туристических фирм. Я был в Альпах, в горах Альпы, которые принадлежат и Швейцарии, и Германии принадлежат, и другие принадлежат. Они просто отдыхают, когда видят наши Мечтинские горы и когда видят наши Цумадинские горы. Обзорная экскурсия по Сулакскому каньону, форелевому хозяйству, фруктовому острову – это сад на территории Черкесского водохранилища. Участники конференции смогли своими глазами увидеть развитие и взаимную интеграцию сельского хозяйства и туризма. Светлану Баранову из Псковской области впечатлили красоты Дагестана. Мы были в Персиковом саду. Конечно, такая шикарная локация, когда это еще в окрушении прекрасных персиковых деревьев, которые сейчас плодоносят. У нас было ощущение у всей нашей группы, что мы побывали в самом настоящем раю. Конечно же, это гостеприимство людей. И масштаб объекта Главрэба, он просто поражает. Потому что, когда за столь короткий срок, на столь разнообразные локации и возможности для тех, кто любит активный вид отдыха, для тех, кто хочет просто отведать региональные кухни, для тех, кто приехал туда отдыхать с детьми. Это отлично, что люди придумывают, реализуют и делают это очень качественно. Примеры успешной работы в Дагестане представили два предприятия – «Экопарк Анжелина» и «Комплекс Главрэба». Поделились опытом и представители агрообъектов из других регионов. Задача представителей законодательной и исполнительной власти – поиск механизмов поддержки таких проектов. Народным собранием, кроме этого, принят закон о развитии сельского хозяйства, где совместно и средствоводство, и виноградарство сейчас выделяется субсидии и на именно аграрный туризм. Непосредственно отдельной строкой это будет производиться. Но что будет благодаря этому мы можем получить? Это и развитие и гостевых домов, это аттракционов. Кроме этого, туристы могут прийти и увидеть, посмотреть, как произрастает тот или иной продукт, который употребляют они потом и в каких-то блюдах. По итогам конференции сельское хозяйство, агропромышленность и туризм СКФО получат очередной стимул для интенсивного развития. Из федерального центра в ближайшие годы направят до 30 миллиардов рублей инвестиций. Соглашение на такую сумму было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума.